Всем привет! Сразу прошу прощения за звук, так как записываю это видео на борту яхты на якорной стоянке. Уверена, что лишь единицы досмотрят это видео до конца. Больно оно скучное и занудное. Но вопрос, поднятый и освещенный мной, я считаю очень серьезным. Если оно кому-то поможет избежать проблем, моя миссия будет выполнена. Все фото и видео сняты мной и моим коллегой по проекту Яхтхелк сервейером Денисом Серовым. Почему яхты тонут? Большинство, наверное, думает, что яхты тонут из-за пробоин в корпусе, нанесенных притопленными контейнерами, или при столкновении, или выкинутые на берег, на скалы. Но нет. По статистике страховых компаний, серверов, ремонтных верфей, основной причиной этого печального события являются не внешние враждебные силы, а маленькие устройства самой яхты. Называемые кингстоны. Так как на днях я столкнулась с тем, что кингстон развалился в руках, то хочу рассказать подробно про эту тему. Да, это была не моя яхта, так как я уважаю законы Мерфи. Помните, если какая-то неприятность может случиться, то она обязательно случится. Кстати, в описании я дам ссылку на книжку Мусон Дервиш Криса Ларсена. Она не про кингстоны, она про море, яхты и все сопутствующее. Но там есть замечательная фраза. Моряки бывают трех типов. Новички, пессимисты и мертвые. Вот я пессимист в отношении техники. Далее будет информация из разных источников, справочных материалов Международных ассоциаций серверов и производителей маломерных судов, в одной из которых я, кстати, состою. BBYC. Страховых заключений. И книги Найджела Калдера. «The Toner's Mechanical and Electrical Manual. How to Maintain, Repair and Improve Your Boat's Essential System». И в ее переводной версии «Руководство по механическим и электрическим системам яхты». Книга, уважаемая и признаваемая в мировой яхтенной индустрии, вообще-то говоря, что-то типа Библии яхтовладельцев и яхтостроителей, ну и ремонтников. А также будет информация из моего скромного опыта, что-что, а на кингстоны сотен яхт я точно посмотрела и за ручки их подержалась. И могу утверждать, что состояние кингстонов – это индикатор общего состояния яхты и уровня ее обслуживания. При этом, поэтому при осмотре яхты первое, на что я смотрю, это накелевые болты и кингстоны. Большинство кингстонов, фитингов, устанавливаемых в сквозных отверстиях корпуса яхты не отвечают требованиям стандартов ABYC – это американская яхтостроительная ассоциация – и ISO – это европейская. Увы, картина выглядит еще более мрачно. Как утверждают работники Верфей и сюрвейеры, около половины проверенных ими кингстонов имели намертво закисшие экраны, причем по большей части в открытом положении, а 15% подверглись настолько сильной коррозии, что стали неремонтопригодными. Четверть всех кингстонов, которые были заменены или отремонтированы, находились в труднодоступных местах, а 5-10% оказались совершенно недоступны. Учитывая, что при аварии кингстона через него в корпус яхты устремится мощный поток воды, это страшная статистика. Заливание через кингстоны – в самом деле одна из основных причин затопления яхт. Обязательно следите за тем, чтобы все кингстоны на вашей яхте были установлены правильно, в соответствии с морскими стандартами, были доступны и находились в рабочем состоянии. Скажите, а что такого, что ручка не закрывается? А так почему же их надо закрывать? Ну, например, энергия волны при шторме, бьющая в открытый кингстон, такова, что может сорвать шланг, особенно с ржавыми хомутами. Хомуты, кстати, должны быть из морской нержавейки 0,03 марок. Проверить это можно магнитом. А автомобильные хомуты имеют черный болт, из-за чего хомут быстро разрушается. И всегда должно стоять по два хомута. И еще один момент. Конечно, на яхте должны быть чопики, деревянные конуса разных размеров, или еще лучше пластиковая морковка специальная. Но ими далеко не всегда можно воспользоваться. Либо что-то из рядом расположенного оборудования помешает их вставить, или установка кингстона не позволяет ими воспользоваться. Ну и кроме того, что волна может сбить шланг, он может просто соскучить, лопнуть, и кингстон может сломаться. Для начала определимся, что и чем как называется. Стандарты этих самых ABYC и ISO различают определение двух составных частей кингстона. Фитинга, через который непосредственно осуществляется пропуск жидкости или газов через стенку корпуса судна. True Hole и установленной на этом фитинге или на самом корпусе запорной арматуры. Seacock ABYC дает более узкое определение. Краном кингстона Seacock может считаться только такое устройство, которое приводится в действие ручкой в виде рычага, поворачиваемая на 90 градусов, при взгляде на который сразу должно быть ясно, открыт кран или закрыт. Еще про стандарты. Ватерлиния на крене. Стандарты требуют, чтобы все трубопроводы и шланги, открытые за борт через корпус судна ниже ватерлинии, при максимальном крене, при всех нормальных режимах плавания, должны быть оборудованы запорными устройствами для предотвращения проникновения воды в случае повреждения присоединенных трубопроводов или шлангов. Иначе говоря, если отверстие кингстона при каких-то условиях может оказаться под водой, необходимо запорное устройство. Допускаются единичные исключения, включая шпигаты до слива воды из кокпита, открывающиеся за борт над статической ватерлинией. Для моторных судов стандарты определяют ватерлинию при крене как получающий 7 градусов, хотя обычно крен бывает и 14 градусов. А вот для парусных судов ватерлиния при максимальном крене определяется в положении, когда линия борта на миделе достигает уровня воды. Для большинства парусных яхт это означает, что почти весь борт может оказаться под водой, и практически все сквозные отверстия в корпусе должны иметь запорную арматуру. Достаточно взглянуть на большинство лодок, чтобы обнаружить пингстоны, не отвечающие стандартами. Характеристика запорных устройств этих самых пингстонов, я не буду ее расписывать, там много-много пунктов, какое должно быть проходное отверстие, свечение, что сейчас нельзя использовать маховички, такие закруточки. Ну и еще ряд определений. Лучше разберемся, какой материал, металл или пластик. На рынке представлено большое количество металлических и пластмассовых пингстонов. Основные преимущества металла это большая прочность, преимущество пластмасс, они не подвержены коррозии. И вот сейчас немножко про коррозию, а про сами типы, как они выполнены, я дальше расскажу. Стандарты требуют от материалов металлических пингстонов коррозионной устойчивости и гальванической совместимости в морской воде и в жидкости, которая будет вытекать через пингстон. Широко известны проблемы, возникающие при использовании латунной арматуры вместо бронзовой. Латунь – это сплав меди с цинком. В соленой морской воде и даже в загрязненной пресной эти металлы образуют гальваническую пару и цинк начинает растворяться. Вместо прочной детали через какое-то время становится что-то рыхлое и пористое. Иногда процесс можно распознать по розовому цвету, это остающиеся меди. Корпуса обычных вентилей и кранов делаются как раз из латуни. Но даже если корпус крана бронзовый, внутри могут стоять детали из латуни. Некоторые допуски, кстати, разрешают установку латунных пингстонов, но с обязательной заменой через 5 лет и инспекцией регулярной. В свою очередь, бронзы – большая группа разных сплавов, среди которых есть и содержащие цинк. Такие бронзы будут подвержены коррозии сильнее, чем сплавы без цинка. Мы с вами, как обычные покупатели, не можем провести анализ металла и можем только надеяться на то, что он соответствует стандартам и входит в список каких-нибудь сертифицирующих организаций, например, RUL – это американская Underwriter Laboratory. Что у нас должно быть? Внутренние детали крана должны быть гальванически совместимы с его корпусом, то есть не вступать в электрохимические реакции. Штоки традиционных кранов с комическими пробками делают из того же металла, что и корпуса. Шар большинства шаровых кранов с тефлоновым уплотнением сделан из хромированной бронзы. Хром обеспечивает высокую коррозионную стойкость, а теклон – отсутствие электрического контакта с бронзовым корпусом. В некоторых кранах ставят шары из нержавеющей стали, которая подвержена точечной коррозии. Также бывают краны с резиновым уплотнением, изолирующим заслонку от корпуса. Я поподробнее про них расскажу. Тут ниже. Металлические кингстоны иногда делают также из нержавеющей стали и из алюминия. Но большинство марок нержавеющей стали не годятся для работы в застойной воде, не содержащей кислорода. А именно такой может быть внутренняя среда в Кингстоне. В таких условиях нержавейка коррадирует достаточно быстро. Даже такие детали, как рукоятки, со временем коррадируют, особенно если они сверху покрыты пластиком. Если только не делать их из самых качественных и дорогих марок нержавеющей стали. Алюминий часто используют для пингстонов, привариваемых на алюминиевые корпуса, а иногда и для запорных устройств. В этом случае важно, чтобы использовался такой же склад для работы в морской воде, из которого изготовлен корпус, или аналогичный гальванически совместимый с металлом корпуса. А сейчас про электрическое связывание. Ох, много копий на эту тему поломано. Электрическое связывание. Возникает вопрос, следует ли соединять металлические кингстоны с общей землей. Ну, конечно, приваренные к стальному или алюминиевому корпусу фитинги с этой точки зрения с ним связаны. Они становятся его частью. Но что делать с бронзовыми фитингами и другими металлическими фитингами на деревянных, стеклопластиковых и композитных корпусах? Соединять ли их с общей судовой системой заземления и защитными анодами? В общем случае, ответ на этот вопрос будет отрицательным. Так как, если он бронзовый, то бронза наверняка окажется наиболее благородным металлом. Это в гальваническом ряду активности металлов. Из всех электрически соединенных между собой на борту судна. Поэтому сами бронзовые детали не будут подвергаться электрохимической коррозии, но увеличат разность потенциалов и ускорят коррозию других металлов. Заметно возрастет скорость расходования защитных цинковых анодов. Ну а в случае их значительного растворения пойдет коррозия деталей из других металлов. Рекомендация не соединять бронзовые тингстоны с другими металлическими частями судна подразумевает, что такого соединения еще нет. То есть тингстоны электрически изолированы. Почти всегда это действительно так и будет, особенно когда к тингстонам подключены резиновые шланги. Но надо помнить, что у резиновых шлангов может быть внутри армирование стальной проволокой. И тогда все будет прекрасно связано. Но если имеется некоторая вероятность, что тингстон окажется частью пути для блуждающих токов, ну вот как куча таких шлангов, или, например, он установлен ниже обычного уровня трюмных вод, он должен быть соединен с общей землей. В общем, дело ясное, что дело темное. Но из моей практики обвязки на кингстоны я встречала крайне редко. Сейчас я расскажу про кингстоны из пластика, которые я считаю лучшим выбором, а потом про традиционные кингстоны. Пластмассы совершенно не подвержены коррозии, и это делает пластиковые кингстоны и запорные устройства отличной альтернативой металлическим. Кроме того, они легче, часто установка их проще, да и сами они не так дороги. Их недостатки меньшая механическая прочность и стойкость к истиранию, постепенная деградация под действием ультрафиолета и химикалий, ограниченная по сравнению с металлами, способность переносить высокие и низкие температуры и повышение хрупкости при старении. Рассматривая применение пластмасс, мы можем выделить две группы вопросов. Насколько хорошо те или иные конкретные виды пластмасс подходят для изготовления кингстона? Как обеспечить стойкость пластиковых пикингов в тяжелых условиях эксплуатации? И сейчас быстренько пробегусь, какими свойствами должен обладать материал для кингстона. Ударопрочность Время от времени яхта и ее оборудование испытывают жестокие встряски. Снаружи обрушиваются гребни волн, внутри корпуса удар может нанести сорвавшийся с места предмет или агрегат. Дальше эластичность высокая прочность на разрыв, упругость, позволяющая деталям восстанавливать свою форму без остаточных деформаций. Корпус яхты все время немного играет под действием различных сил и вибрирует от работы двигателя и других механизмов. Любой соединенный с корпусом фитинг должен выдерживать эти изгибы и вибрации без каких-либо повреждений и не меняя свою форму. Дальше устойчивость к истиранию как в штатных условиях эксплуатации, например, при наличии песка и прочих частиц в воде из системы охлаждения и при откачке трюнных вод, так и в экстремальных ситуациях, например, при посадке на мель. Далее широкий диапазон рабочих температур. Ну, это понятно. Устойчивость к разнообразной бытовой химии, маслам или водородам, нечистотам, продуктам жизнедеятельности морских организмов. Очень важный пункт это устойчивость к ультрафиолету. Еще один пункт это сохранение подвижности, то есть соприкасающиеся внутренние детали не должны склеиваться, записать, когда запорным устройством долго не пользуются. Также материал должен поддаваться механической обработке, сверлению, нарезанию резьбы и прочее. Исследования привели к выводу, что лишь несколько конструкционных пластмасс удовлетворяют такому набору требований. Это нейлон, ацеталь, полиформальдегид, полиоксиметилен и полигутилентерефталат. Причем обязательно усиленные добавкой от 20 до 33% стеклобалокна и защищенные от ультрафиолетового старения ингибитором добавкой. А вот широко применяемые ПВХ и ХПВХ, из которых иногда делают фитинги для отверстий в корпусе, не должны использоваться для этих целей, хотя вполне пригодны для менее ответственных деталей. известна линейка пластиковых фитингов Marilon, которые делает компания Forest Park. Marilon это полимерная композиция на основе нейлона с усиливающими волокнами, 13% для корпусных фитингов и 33% для запорной арматуры. Эти фитинги продаются и эксплуатируются уже многие годы, и в общем проблем с этим материалом не обнаружено. Но в то же время накопилось множество свидетельств что для тингстонов недопустимо применять пластики без усиления и УФ-защиты. Какие есть конструктивные проблемы у пластиковых тингстонов? У него должна быть грамотная конструкция устройства. Самое слабое их место, ручка, она ломается чаще всего. Ну в общем у некоторых пор эти ручки усилили и они не ломаются. Многие используемые пластиковые краны выполнены в цельном корпусе без болтового соединения, что делает их разборку и ремонт невозможными. А также встречаются слишком короткие патрубки для шлангов, не имеющие кольцевых выступов. Это нарушение стандартов, длина патрубка должна быть достаточно для установки двух хомутов. Обязательно. как кингстоны испытываются. Их погружают в углеводороды, хлорную известь, аммиак, соленую воду, травят их ультрафиолетом. И еще делают тест на статическую нагрузку. Примерно 200 килограмм статической нагрузки кингстон должен выдержать. А теперь расскажу про типы традиционных кингстонов. Запорное устройство кингстона традиционной конструкции представляет собой кран с полой конической пробкой, сидящей в коническом гнезде. Пробка имеет сбоку вырез, при повороте на четверть обороту совмещается с отверстием стенки гнезда, открывая путь жидкости. Ручка прикрепляется к крану так, чтобы в открытом положении стояла по направлению патрубка и присоединенного шланга об закрытом была им перпендикулярна. Я сейчас рисуночек прикладываю. Коническая пробка и гнездо имеют довольно большую поверхность контакта, поэтому кран поворачивается с заметным трением. Такие краны требовали ежегодной смазки и подтягивания затяжной гайки для предотвращения перезмерное закручивание гайки выдавливает смазку и сильное трение металла а металл может привести к загирам и заклиниванию. Часто пробка располагалась поперек корпуса кингстона. При такой конструкции освободить заевшую пробку не так-то просто. Там надо освобождать прижимную гайку. Со временем пробка протирается и приобретает кольцевое углубление талию. Вода начинает протекать вокруг пробки и кингстон течет. Дальнейшее затягивание гаек не решает эту проблему лишь создает новые. Для ремонта необходимо вынуть пробку покрыть абразивной пастой и протирать кран до тех пор пока по всей поверхности снова не будет достигнуть плотное прилегание. Затем кран очищают и собирают. При сильном износе его придется целиком заменить. Ну понятно что иногда фитинги из марганцовистой бронзы страдают от внутренней электрохимической коррозии сплав теряет цинк. То о чем мы говорили металл становится розоватым. Пробки и корпуса кранов подогнаны друг к другу и поставляются парами. Поэтому обычно бывает невозможно поставить один кран пробку от другого. Дальше кингстоны с резиновой пробкой честно скажу мне практически не встречались. Их выпускала очень широко компания Грокко вместо металлической конической пробки крана в них используется цилиндрическая пробка из цельной резины имеющей отверстие для прохода воды. Пробка опирается на диск который можно поджать с помощью регулировочного винта. Опять это вот картинка смотрите. При сжатии резина раздается в стороны что обеспечивает плотное прилегание пробки к стенкам корпуса. Пробку заформован сердечник имеющий сбоку отверстие с резьбой для установки ручки крана. Эти краны непригодны для работы со стоками которые могут содержать какие-либо сникалии в том числе из раковин и стекалки. Под их воздействием резиновая пробка может разбухнуть будет зажата и кран перестанет работать. Эти краны требуют ежегодной смазки. Если пробка деформировалась и имеет выпеченные части в общем-то можно спасти ее подпилив выступающие валики напильником. Как я говорила задвижки и клапана где шток с резьбой при вращении маховичка опускается и поднимает затвор в виде диска движущихся в пазах корпуса поперек потока сейчас практически не применяется но на старых лодках можно встретить. Я думаю что они будут в таком состоянии что лучше их сразу поменять на нормальные клапане затвор также управляется выдвигающимся резьбовым штоком и имеет форму диска но здесь диск опускается сверху на седло с отверстием через которое проходит поток сразу перекрывая его сечение и сейчас будет шаровые краны которые в основном сейчас и используются про шаровые краны затвор шарового крана опирающийся на седла ободки с астерической поверхностью шар имеющий сквозное отверстие которое при повороте крана либо открывает поток либо оказывается повернута под прямым углом тогда шар перекрывает поток вот рисунок посмотрите весьма удачная и эффективная конструкция металлические краны обычно имеют бронзовый корпус хромированный бронзовый шар и тефлоновые седла встречаются и шары из нержавеющей стали что хуже так как через некоторое время там появляется коррозия ну пластмассовые краны про которые я говорила их шары изготавливаются из армированного пластика для седла также используется цифлон о чем я еще не рассказала о том что несколько раз мне встречались с виду такие ну вроде не совсем мертвые кингстоны и ручка у них шевелилась но при повороте ручки кран внутри не перекрывался то есть закрываю кингстон выливаю водичку в раковину а она прекрасно уходит так что имейте в виду что закрытая ручка еще ничего не гарантирует вроде обо всем рассказала кроме правильной установки но это вы найдете в вышеупомянутой книге Найджела Калдера или пишите мне отвечу по возможности напоминаю что коллега Денис мастеров профессионально занимается сервеем и подбором яхт и имеет соответствующие лицензии в общем и я занимаюсь но в ближайшее время август вот точно занята в средиземке хотя экспресс-сервей если буду где-то рядом могу провести а если по начальному обучению и повышению лицензии айвайти вплоть до яхтмастера офшор то в ближайшее время это опять-таки не ко мне а к шеф-инструктору нашей школы ясно ути кота и войти школа Виктору Прилепскому сейчас он с яхтой базируется в Мармарисе Турция жду комментариев и мыслей на тему какой технический момент яхтинга осветить может коррозию или защиту от молний если надо писать что-то в личное сообщение то мой телеграм ватсап в описании всем удачи яхтинга яхтинга яхтинга